Всем хорошего настроения! В данном видео мы продолжаем тестировать китайские алмазные бруски, которые я заказал на сайте Алиэкспресс. Вот эти бруски немного шире, чем те бруски, которые я также заказал на Алиэкспресс и пользуюсь уже более двух лет. Они мне очень нравятся и я надеюсь вот эти бруски такого же качества. В данном видео мы будем с помощью этих же брусков перетачивать нож, который участвует у нас в другом эксперименте. Это китайский кухонный нож из моего комплекта кухонных ножей. Ссылка на эти ножи будет в описании под видео. Также ссылка и на алмазные бруски будет в описании под видео. И в данном случае мы уже протестировали вот этот нож с углом заточки в 50 градусов, 45 градусов. В этом видео мы переточим этот нож под углом в 40 градусов и также после этого его протестируем. А также в этом видео я расскажу вам, зачем нужен маркер во время заточки. О его пользе, когда его использовать и какую информацию мы получаем от маркера. Я считаю, что маркер это очень полезный инструмент во время заточки. Итак, начинаем. И у меня здесь стоит брусок в 400 грит, но я не буду пользоваться этим бруском во время переточки и во время изменения угла. Здесь у нас сейчас 45 градусов. Мы будем делать 40 градусов и я наверное буду пользоваться только бруском в 800 грит. И рекомендую всем новичкам сделать так же, поскольку 800 грит он будет немного медленнее, чем брусок в 400 грит. И здесь будет сложнее наделать ошибок, у вас будет больше контроля самой заточки. Зачем же нужен маркер? Во-первых, одна очень интересная его особенность. С помощью вот этого маркера можно попасть в угол заточки от производителя. Если вам нож нравится, тогда вы просто рисуете по кромке маркером и попадаете, стираете вот этот маркер с помощью бруска. Есть у меня видео на канале, как это сделать, можете посмотреть. Просто попадаете в угол заточки от производителя данным бруском. И затачиваете в тот же угол, вам не надо никаких там угломеров, не надо выяснять какой был угол. Вы это делаете с помощью маркера. Дальше, для чего он нам надо, вот например сегодня, в процессе изменения угла заточки на ноже. Я всегда пользуюсь маркером и вам рекомендую. В моем случае я затачиваю ножи и у меня нож размещен далеко. Мне приходится смотреть издалека на подводы, на сам результат заточки, поскольку перед руками у меня штатив, камера, все это мешает. И вот маркер помогает мне в этой ситуации. Мне так лучше просматривать сам процесс и контролировать его. Для чего же маркер в данном случае? В данном случае мы меняем угол заточки. И допустим мы не знаем какой сейчас угол заточки. После того, как мы сделаем несколько движений с помощью бруска, мы увидим вот такую полоску. И видим, что эта полоска, это стирается маркер, начиная с плеч. То есть с начала подвода и мы будем двигаться до кромки. Это значит, что мы будем в этом видео и в этой заточке в данном случае увеличивать угол. И мы уже, владея вот этой информацией, можем сделать следующие выводы. Во-первых, если мы выбрали вот, например, брусок 400 грит и будем затачивать вот этот нож, начиная с бруска в 400 грит, нежелательно таким крупным бруском делать выход на режущую кромку. Я этого не делаю. Я стачиваю столько металла, чтобы на край кромки осталось немного маркера. Там буквально одна десятая миллиметра. Оставляю и после этого переворачиваю нож. То есть меня кто-то спрашивал, сколько точить одну из сторон. В данном случае мы точим вот эту сторону до тех пор, пока не останется вот эта одна десятая миллиметра вот этого маркера. Так мы не сместим центр кромки и не переточим одну из сторон. После этого мы переворачиваем и в случае с другой стороны делаем точно так же. Стачиваем маркер до того момента, пока не останется вот этот одна десятая миллиметра. Дальше мы меняем брусок и делаем выход на режущую кромку, например, уже бруском 800 грит. Сделать выход бруском 800 грит я считаю, что это не ошибка, поскольку это довольно мелкий брусок. Но в данном видео я сделаю по-другому. Я даже вот этим бруском 800 грит не буду делать выход. Я сделаю минимальное расстояние вот здесь, постараюсь оставить вот этого маркера. И потом изменю брусок и сделаю выход на режущую кромку бруском в 1500 грит. И зачем я буду так делать, поскольку мне не придется переворачивать часто нож, и я не буду бояться, что смещу вот этот центр кромки данным бруском. Есть много положительных моментов, чтобы не делать выход на режущую кромку вот этим бруском даже в 800 грит. И в этом мне помогает маркер. Вот еще одна польза маркера. В дальнейшем я расскажу еще, зачем надо маркер во время заточки, почему я рекомендую каждому новичку купить себе маркер и затачивать нож, используя маркер. Вот пока говорил с вами, забыл выставить угол заточки для этого ножа. Так, одну секунду, я выставляю угол заточки от вот этой поверхности. Я уже проверял, в каком-то из видео показывал, что довольно точно вот здесь все получается. И мы делаем здесь 40 градусов. Видите, если бы не сделал, было бы не 40 градусов, а 40, там, 2,5. А мы делаем ровно 40. Я проверял соответствие углов на две стороны ножа, но забыл поставить угол в 40 градусов. Вот чем мне нравится вот этот речный механизм, что мы можем довольно точно выставить угол, буквально вот по сотке двигать. Кто-то мне спрашивал, где я поделал вот этот механизм. Я там немного размышлял над новыми изменениями, которые будут. Вот 20 градусов, надеюсь, вам видно. То есть, 40 градусов общий угол заточки. А теперь продолжаем затачивать данный нож. Но в этом случае опять пользуемся маркером. Вот была бы у вас такая ситуация, а вы не воспользовались маркером. Вот сейчас бы вы не видели, сколько надо точить. А вот маркер в этом случае очень хорошо помогает. Поэтому рекомендую купить себе маркер. Вот видно, что мы еще больше сделали изменения и увеличиваем угол. Видите, где маркер стирается? Смотрите, я сейчас уже практически сделал вот этот выход, нарежущий кромку. Так, заусенца еще нет. Но я останавливаюсь. Я вижу, что маркер я стер практически до конца. И переворачиваю нож, опять пользуюсь маркером и делаю ту же процедуру. Итак, все. Работа грузком 800 грит закончена. Дальше мы приступаем к работе с грузком 1500 грит. И здесь у нас есть еще один плюс маркера. Смотрите, даже если вы затачиваете и вот меняете брусок. Почему стоит прорисовать вот этот тип подводы? Бывает такая ситуация, что бруски разные. Может быть такое, что вы используете бруски от другого производителя. И здесь будет другая высота. Но вы это как бы забыли. Возможно, даже забыли. Вот этот рисунок вам покажет, что вы делаете. То есть, увеличился угол, как-то вы там, что-то у вас там случилось, я не знаю. И шарнир как-то сдвинулся с места, изменился угол. И это все вы увидите на подводах. В случае, если вы прорисовали вот это. Даже если вы просто у вас где-то там есть... Вот бывает такое, что здесь есть какие-то бугорки. И вы этого не видели. И вы, получается, делаете линзу. И это также будет видно у вас на подводах. И в этом случае вы не будете, изменяя угол, стачивать там или плечи, или кромку как-то изменять. Меня часто спрашивают, почему вот точил-точил, было хорошо, а потом стало плохо. Бывает такое, что и бруски разные. Просто бывает китайцы вот эти хорошо проклеили. Вот видите, как хорошо оно ровно все сделано. А бывает такое, что клей даже видно, что брусок неровно проклеен. У меня когда-то была такая ситуация. Я просто его сорвал и наклеил по-другому. Вот те бруски, которыми я пользуюсь уже более двух лет, чем они мне нравятся? Они все идеально ровные, поскольку продавец или, не знаю, производитель, сделал проклейку на 3М-скотч какой-то там. И они очень ровные и хорошо проклеены. Они у меня ни разу не отваливались. Вот была такая ситуация с желтыми брусками, которые вы видели, возможно, у меня на канале. Там была такая у меня ситуация, что бруски просто поотваливались, и мне пришлось их наклеить. Это ничего страшного, конечно, в этом нет. Но то, что может быть, что брусок наклеили неровно, это уже будет заметно по подводам. А так я вижу, что я в 100% попал вот этого подвода. Бывает такое, чем еще полезный маркер, что кто-то там затачивал, не знаю, вот ситуации бывают разные, и сделал какие-то там вот здесь канавки или такие углубления. Это также будет видно по маркеру. Вы точите, точите, все хорошо снимает, а в каком-то месте маркер не снимает. Это значит, что там есть углубление какое-то. Но это не значит, что его надо убирать, поскольку так можно сточить много металла. Просто в том месте будет угол острее, и в том месте нож будет слабее. Вот так, если есть такая канавка где-то на ноже. Ну, это еще одно преимущество маркера в процессе заточки. Смотрите, здесь, когда мы уже сделали выход на режущую кромку, желательно чаще переворачивать нож, чтобы не сместить ее. И я думаю, что это будет очень хороший совет для новичка. Если без понимания, лучше чаще. Тогда у вас будет меньше вероятностей сделать какую-то ошибку и сместить кромку. То есть, переточить одну из сторон. Итак, финиш. И финиш у нас брусок в 3000 грит. Та же ситуация. Рисуем маркером. Увидим, нет ли каких-либо изменений. И продолжаем заточку. Итак, на этом все. Сейчас я все поубираю и сделаю выводы. Итак, по результатам заточки. Мы тестировали эти бруски. Этот у нас не участвовал в заточке. Смотрите на их качество после этой заточки. Как по мне, все хорошо. В принципе, я получил удовольствие от заточки. Никаких претензий к брускам во время заточки у меня не было. И сейчас, в принципе, нет. А их состояние после этой заточки смотрите сами на видео. По результату заточки ножа. Сначала давайте посмотрим. Здесь у нас уже 40 градусов. На газетной бумаге тест. Естественно, он будет резать. Хорошо будет резать. Это уже 40 градусов. А 40 градусов это очень даже неплохой угол для заточки кухонных ножей. Я считаю так. Я затачиваю их под углом 35 градусов. Но 40 градусов также неплохо. Теперь давайте мы, конечно же, его протестируем. Вот этот угол заточки на нашем тесте, который мы делаем для всех углов заточки кухонных ножей. Но сначала предлагаю посмотреть уже эту остроту на однослойной салфетке. Я считаю, что 40 градусов вполне неплохой угол. Да. И смотрите, как легко даже по перфорации он врезается вот в эту однослойную салфетку и режет ее. Смотрите. Мне кажется, это очень хороший результат. И мне даже интересно уже посмотреть на результаты тестирования вот этого ножа. Смотрите, как легко он режет даже перфорации. Вот. Не ощущает ее. И давайте еще вот здесь. Вот так. Тяжело ее удержать. Если бы я ее смог удержать, я думаю, он просто подлиннее вот так бы обрезал. Надо брать большой такой лист, держать его на весу. Он будет под своим весом опускаться вниз и будет проще его резать. А так мне тяжело просто удержать этот лист. Но сами видите, как легко он врезается, режет вот эту однослойную салфетку. Ну вот такой результат заточки. Осталось протестировать этот нож на нашем тесте и узнать результаты тестирования. Тестирование угла заточки в 40 градусов. Если есть какие-то вопросы по вот этому видео, спрашивайте, пишите все ваши предложения. Возможно, есть просто какие-то вопросы по заточке, пишите. Когда я буду перетачивать следующий угол, то есть 40 на 35, там буду уже отвечать на какой-то другой ваш вопрос. Все ваши вопросы я записываю в свой блокнот и потом при заточке смотрю какой-то интересный вопрос и стараюсь ответить на этот вопрос. В данном случае я отвечал вам на вопрос с маркером. Зачем я его использую и какая польза вот этого маркера во время заточки. На этом все. Всем спасибо. Хорошего настроения. До свидания.